Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! В эфире программа «Добрый день» и мы её ведущие Дмитрий Бурлаков И учёный-пёс Пифагор сегодня 31 октября И у меня для вас, Пифагор, есть загадка, связанная с нашим первым сегодняшним сообщением О, с удовольствием Что самое синее в мире? Так это же очень простая загадка Самое синее в мире, чёрное море моё, чёрное море моё Древние греки называли Чёрное море сначала Понт-Акстинский Негостеприимное море Наверное, потому что боялись далеко заплывать на своих небольших судёнышках А потом, когда стали опытными мореплавателями, назвали его Понт-Экстинский Гостеприимное море Ну, а мы знаем его как Чёрное море И сегодня мы должны уделить ему особое внимание 31 октября 1996 года Собрались представители России, Украины, Болгарии, Турции, Грузии и Румынии Тех стран, которые граничат с Чёрным морем И учредили этот праздник День Чёрного моря Увы, причина его учреждения была не самая радостная Привлечь внимание к проблемам моря Море очень загрязнено нефтью, стоками минеральных удобрений и нуждается в защите О, ещё как нуждается 160 видов черноморской фауны находятся сейчас на грани вымирания Поясню Фауна – это общее название для всех животных, обитающих на одной территории И если не принимать никаких мер, они просто исчезнут Когда шесть стран учредили День Чёрного моря Они подписали стратегический план действий по его защите Но, к сожалению, пока особых улучшений не наблюдается В таком случае долг каждого человека И честные учёные собаки тоже сделают всё возможное Чтоб спасти черноморских дельфинов, бычков, рачков и даже медуз Вот, я уже делаю Интересно, и что же это вы делаете? Ну как, что, объявляю по телевизору, что сегодня День Чёрного моря И что нужно прекращать его загрязнение, Дмитрий Как вы думаете, мой вклад в дело спасения Чёрного моря Люди смогут оценить по достоинству, ну, лет эдак через 250 Почему же только через 250? Именно столько лет понадобилось, чтобы люди смогли по достоинству оценить вклад Одного голландского художника 17 века в мировую живопись 31 октября 1632 года в Голландии, в городе Дельфте Родился художник Ян Вермейер Представляете, Дмитрий Жил себе человек, работал в трактире, писал картины Продавались они плохо Художник даже закладывал их в ближайшие ловчонки И умер в бедности 200 с лишним лет Никто о нём не вспоминал Ну, вот нет такого художника А потом вдруг, бац, испохватились Гений, гений Да, сейчас, иначе как гением его не называют Его имя стоит в одном ряду со знаменитым Рембрандтом Посмотрите его работы Девушка с письмом Дама, примиряющая ожерелье Кружевница Сегодня обнаружено 36 полотен этого мастера Они находятся во многих музеях мира А вот нашим музеям не повезло У нас нет ни одной его картины Но вот мне, Дмитрий, непонятно Почему современники его не разглядели И что такое особенное в его картинах Разглядели сейчас Ну, наверное, современникам Его живопись была непривычна Традиционная голландская живопись Тёмная, а у Вермеера Столько солнца, света, такие яркие краски Посмотрите его пейзажи Какие сложные и многообразные сочетания цветов Каждая деталь прописана с фотографической точностью Такие пейзажи скорее присущи итальянской школе, чем голландской А может быть он ездил учиться в Италию? Дорогой Пифагор, вы мыслите как настоящий искусствовед О, благодарю, Дмитрий Действительно, специалисты по творчеству Вермеера До сих пор спорят о том Ездил ли он учиться в Италию? Не брал ли он уроки у какого-нибудь итальянского художника? И вообще, как простой трактирщик Смог стать одним из лучших мастеров живописи? Или как красиво говорят те же итальянцы Маэстро Великий маэстро Кстати, так называют не только людей искусства Это вполне определенное шахматное звание И нам пора рассказать о человеке, который получил звание маэстро в 17 лет Хотя был достоин его уже в 10 31 октября 1892 года родился выдающийся русский шахматист Александр Александрович Олехин Многие произносят фамилию как Олехин Настолько многие, что это уже не кажется ошибкой Но все-таки он был Олехин В 7 лет мама научила сына играть в шахматы И он так увлекся этой игрой, что родители даже испугались Это могло помешать учебе Одно время шахматы от него прятали Но бесполезно В 10 лет он уже сыграл в ничью с одним американским маэстро А в 17 сам получил это звание на всероссийском турнире любителей шахмат Товарищи вспоминали, что Олехин был всецел и поглощен шахматами И нередко на уроках бормотал тихонько что-то себе под нос про ферзей, про слонов Но когда учитель вызывал его к доске, он неизменно отвечал на 5 А все потому, что у него была феноменальная память Кстати, игра в шахматы еще и развивала память Ведь шахматисты в то время частенько любили давать сеансы одновременной игры вслепую То есть по памяти О-о-о, я знаю, как играют вслепую Шахматист садится спиной к шахматной доске Ну или ему просто завязывают глаза А он говорит, какая фигура, куда должна пойти При этом он помнит не только свои ходы, но и все ходы противника То есть играет, не глядя на доску, на фигуры, даже на противника В слепую Рекорд Олехина, игра в слепую на 32 досках одновременно Да, невероятно Александр Александрович постоянно тренировал память И добился того, что даже спустя несколько лет Мог подробно вспомнить и разобрать все сыгранные партии Он трудился много и упорно, постоянно совершенствуя свое мастерство Когда он поставил перед собой цель победить чемпиона мира Капабланку То несколько лет следил за его партиями и тщательно анализировал их Только хорошо подготовившись, он ринулся в бой И в 1927 году стал чемпионом мира по шахматам Следует также вспомнить, что Олехин написал несколько блестящих книг по шахматам Которые с одинаковым интересом читают и начинающие маститы и шахматисты Чтобы научиться играть, как он Я сам пытался, но не слишком успешно Мне больше удаются не ходы, а переходы Переходы от одного сюжета к другому Ходить прямо сейчас перейду Так, и как вы это сделаете? А очень просто Возьму и объявлю Переход! Ну, а я тогда добавлю пешеходный переход 31 октября 1951 года Лондонские власти распорядились устраивать в городе Дорожные переходы типа «Зебра» Дело в том, что во многих городах мира, в том числе и в Лондоне, количество автомобилей стремительно увеличилось А пешеходы, как и раньше, переходили улицу, где им было удобнее, не обращая внимания на знаки Да и знаки переходов были разные, так что и не запомнишь Иногда писали объявление «Дорогу переходить тут» В другом месте ставили специальные фонарики В третьем вбивали гвоздики с огромными плоскими шляпками в асфальт Ну, в общем, как кому заблагорассудится А пострадавших от автомобилей пешеходов становилось все больше и больше Тогда решили подойти к вопросу по-научному После ряда экспериментов было установлено, что самый эффективный способ раскраски асфальта в местах перехода Это белые полосы на темном асфальте, то есть «Зебра» Так и стали раскрашивать дороги в местах перехода И делают это до сих пор Так что сегодня можно сказать «День рождения зебры» А у кого, Дмитрий, сегодня именины? Сегодня день ангела у тех, кто крещен во имя апостола и евангелиста Луки Мученицы Марины, новомучеников Андрея, Сергия, Николая и Елисаветы С праздником вас, дорогие друзья! Многое вам и благая лето! Ну, а теперь мы должны еще раз напомнить О каких событиях мы сегодня рассказали Дмитрий, прошу вас Благодарю, Спифагор! Итак, 31 октября, День Черного моря В 1632 году родился голландский художник Ян Вермиер В 1892 году день рождения гения шахмат Александра Александровича Олехина И в 1951 году на дорогах в Лондоне появились зебры-переходы для пешеходов И на сегодня это все! До завтра! И пусть ваш день будет добрым! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует...